Друга. Аллалуиа. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты наш учитель. Ты учишь нас, как детей своих, и Ты ведешь нас в землю добрую, превосходную землю, процветания, радости, счастья, здоровья, изобилия. Поэтому здесь, сегодня, сейчас, помашь нас и дай нам способность учиться от Тебя. Дай нам принимать откровения от Тебя. Дай нам прямо сейчас духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Открой наши духовные глаза, дабы мы познали, в чем состоит надежда нашего призвания, и какое богатство славного наследия для нас, и как безмерно величие, могущество Твое в нас, верующих, подействует Твоей державной силы. Оружием Божьим, сильным Богом на разрушение твердынь, мы разрушаем предрассудки, предубеждения, парадигмы, все эти твердыни, которые пришли из мира, и мы не спровергаем все замыслы и превозношения, которые в нас поднимаются против познания Бога. Прямо сейчас мы пленяем наши помышления в послушание Христу и Его Слову. Во имя Иисуса. Аминь. Аллелуя. Аминь. Присаживайтесь. Слава Господу. Спасибо, дорогие. Чудесное прославление. Здорово. Аллелуя. Бог хороший, а дьявол плохой. Но Бог хороший. По-моему, трое только так с этим согласны. Я говорю, Бог хороший. Аллелуя. Знаете, я вам дам такой совет небольшой. Чтобы вы могли, на самом деле, верой принимать то, что проповедуется здесь с кафедры, очень важно реагировать, очень важно подтверждать, допустим, аминь, аллелуя. Знаете, что вы в этот момент делаете? Вы в духе открываете свое сердце, чтобы припринимать. Поэтому я понимаю, что вы там записываете порой там что-то, но все равно так, аминь, аллелуя. Если вы согласны. Хорошо? Конечно, если вы не согласны, я вас не принуждаю, это уже ваш выбор. Давайте мы коротко повторим то, о чем мы с вами говорили вчера. И самые основные моменты, которые я хотел бы показать вам, то, что со стороны Бога уже все сделано. Мы начали с вами с местописания, это 2 Петра, 1 глава, 3 стих, что даровано нам, как от божественной его силы, то есть его помазанием, даровано нам все потребное для жизни и благочестия. И когда мы узнаем об этом, когда мы получаем познание истины, когда мы получаем откровение, тогда мы можем воспользоваться этим. Если мы об этом не знаем, мы терпим поражение, мы терпим ущерб. И что нам важно знать, то, что наш любящий Отец желает нам максимального блага. Это Его желание, чтобы мы были здоровыми и преуспевали во всем. Но это теперь уже зависит не от Него, потому что Он уже все сделал. Поэтому там и сказано, как преуспевает твоя душа. Или по-другому, ты будешь здоровым и преуспевать настолько, насколько твоя душа процветает. Или по-другому, насколько обновляется твое мышление в соответствии с Божьим Словом. Аминь. Мы также узнали с вами, что мы живем в этом мире, в котором параллельно существуют два царства или две системы. Когда Бог сотворил Адама, Он поместил его в идеальную среду обитания. Это то, что является оригинальной для человека. Это то, где мы с вами будем проводить всю вечность. И то, в чем люди сейчас живут, это недоразумение. Это так не должно быть. Но это то, что произошло в результате грехопадения Адама. И когда Адам находился в Эдемской системе, будучи послушен Богу, он не бил баклуши, он не был лентяем, он трудился. Трудился не для того, чтобы заработать себе на жизнь и прокормить свою семью. Трудился, потому что у него была миссия от Бога, у него было поручение. А обеспечение у него было в изобилии. Когда он оказался в системе этого мира из-за проклятия грехопадения, вот тогда ему пришлось в поте лица, в изнурительном труде зарабатывать себе на жизнь, чтобы прокормить себя и свою семью. Но это не Божья идея, это не Божий принцип. Поэтому, друзья, благодаря искупительной жертве Иисуса Христа, то, о чем мы говорили с вами вчера, что мы знаем благодать Господа, нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой. Его кровь искупила нас от проклятия изнурительного тяжелого труда, чтобы мы, вернувшись в систему Эдема, могли спокойно проявлять и выражать те дары и таланты, которые Бог в нас поместил. И, соответственно, наслаждаться Божьим обеспечением благодаря вере, видению и принципам Божьего Царства, о котором мы будем с вами сегодня дальше говорить. Следующий момент, то, что мы увидели, что Бог дал нам свое Слово. И Его Слово, это не то, что нас ограничивает или останавливает, туда не ходи, сюда не ходи, это не делает. А Его Слово как раз и производит внутри нас ту самую жизнь божественного уровня и качества. Жизнь изобилия. Аминь. Далее, Слово Божье дано для того, чтобы мы переживали умножение в каждой сфере нашей жизни. И Слово Божье приносит нам веру и дерзновение, чтобы мы вышли из нашей пустыни, где мы переживаем какие-то чудеса, какой-то достаток. Но это не тот уровень, который Бог запланировал. Это просто земля достатка, но Бог хочет, чтобы мы перешли в землю изобилия, превосходную землю, счастья, радости, здоровья и процветания. И для этого Слово Божье возжигает нас уверенность, чтобы мы могли преодолеть преграды этих великанов, эти крепости, чтобы мы не остановились перед обстоятельствами, которые совершенно противоположны. Понимаете, когда вам ставят диагноз, возникают тут эти крепости, эти твердыни, но если мы получили Слово от Бога, тогда мы стоим на Своем, тогда мы утверждаем это Слово, тогда мы действуем по Слову, и великанам приходится склоняться. Аминь. И мы сможем завладеть этой землей, мы сможем завладеть обетованием от Господа. И то, о чем мы узнали с вами вчера, что у нас есть хорошие дома. Аминь. Мы построим хорошие дома, и будем жить в них. И это не все. Потому что у нас будет много всего. Аминь. У нас будет много серебра и золота, и всего у нас будет много. Потому что Бог дал нам силу приобретать богатство, чтобы был исполнен завет. А его завет отца был такой. Следуй за мной. Я благословлю тебя. Ты будешь благословен, и ты будешь благословением для других. И в тебе благословение потечет к народам. Аминь. Поэтому мы ожидаем, что мы не только сами справимся со своими нуждами, что мы будем обеспечены, но мы ожидаем, чтобы через нас это потекло дальше, чтобы наша церковь была благословлена. И чтобы народы земли были благословлены. И, конечно, тут возникает следующий вопрос. А как же со смирением? Смирение? Так вот, в отношении смирения, знаешь, люди имеют такой, мы будем говорить, светский или человеческий взгляд, или порой религиозный взгляд на смирение. Когда они думают, что человек такой, ну, схудный, бедный, нищий, руки такой опустил, и говорит, посмотри, какой смиренный. Он не возмущается жизнью. Была такая история, когда об этом описывал Кен Хегин в своей книге. Говорит, когда они стояли, и вместе с одним проповедником была какая-то конференция, вдруг на старой такой разбитой машинке подъезжает проповедник, выходит, старенький костюмчик такой весь, вот замызганный, и так вот идет, вот такой, знаете, убогенький. И этот второй проповедник толкает Хегина, говорит, посмотри, какой брат смиренный. А что Кен Хегин ответил, он не смиренный, он невежда. Он не знает, что на самом деле в Слове Божьем написано. Поэтому мы не должны путать смирение и лжесмирение. И когда человек говорит, мне много не надо, мне хватает вот, ну, я не знаю, сколько вот в Новосибирске, как бы такой минимум, 20-30 тысяч, пускай там, ну, пусть 20 тысяч рублей. Мне много не надо, мне вот это все устраивает. И он думает, что он смиренный. Но в действительности есть потенциал зарабатывать миллион. Если тебе много не надо, оставляя 20 тысяч себе, 980, дай пастор, пускай церковь строит. Аминь. И поэтому, друзья, мы должны понимать, что лжесмирение, это на самом деле эгоизм, когда человек думает только о себе. И в этом как раз проблема, что эгоизм является препятствием для спасения людей. Ну, понимаете, моя личная бедность мне не помешает на небо попасть. Потому что жизнь человека не зависит от обилия его имения. Бедный он или богатый он, он идет на небо через спасение, через кровь Иисуса Христа. Но моя бедность может помешать другим людям попасть на небо. И об этом мы чуть дальше и позже поговорим. Итак, что же в действительности является смирением в соответствии с Божьим Словом? Потому что мы с вами собрались здесь для того, чтобы узнать истину из Писаний. Так или нет? Вы хотите узнать, что Писание говорит в отношении смирения? Посмотрите книгу притчи. Притчи 22, 4 стих. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». Когда сказано «за смирением следует», обозначает, что смирение является некой первопричиной, производящей определенный результат. Поэтому, если человек по-настоящему смирен в соответствии с Божьей идеей смирения, тогда он будет ходить в страхе Господнем. То есть, в почтении к Богу и к Его Слову. Согласны? И тогда Писание говорит, начало мудрости или основание, фундамент для мудрости – страх Господень. Если есть страх Господень, будет мудрость. Если есть мудрость, тогда есть богатство. И представляете, Писание очень ясно и четко говорит. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава, то есть хорошая репутация, и жизнь – долгая, счастливая жизнь». Потом, когда люди говорят, «Ну, я такой бедный, несчастный, потому что я смиренный», это лже-смирение. Никакого отношения к Писанию оно не имеет. Ты можешь ему показать это место и сказать, смотри, если ты по-настоящему смирен, вот каким ты должен быть. Аминь? Богатым, счастливым, долго живущим, с хорошей репутацией. Теперь, что же все-таки является тем самым смирением в глазах Господа? Вот как нам понять, что такое смирение? Или по-другому можем сказать, у кого мы можем научиться смирению? Это как, знаете, Моисей там о себе пишет, «Я – наикратчайший человек на земле, сам о себе там, о своей скромности могу говорить часами». Ну да, он кроткий был, но на самом деле реальный образец смирения – это сам Иисус. Помните, Он сказал, «Придите и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем». То есть Иисус сам сказал, что Он является образцом для поведения, образцом смирения. И по-человечески, если мы смотрим, знаете, вот как-то не прокатывает Его смирение. Вы заметили, что Он не опускал руки перед штормом? Когда там шторм начался, Он не сказал, «Ну, ребят, давайте смиримся с погодой, переждем здесь на берегу». Он сказал, «Утихни и перестань». Когда бесы рычали, знаете, Он говорит, «О, подожди, подожди, давайте мы успокоимся, вызовем скорую». Он выгонял этих бесов? А когда были какие-то финансовые проблемы, когда люди голодали, знаете, Он не говорил, «Ну, что делать, давайте смиримся с этим». Он прилавлял хлеб и кормил тысячи людей. А что по отношению к сливкам общества, того общества? Помните, как Он разговаривал с ними? Как-то вообще не кротко и не смиренно. Выговорит, «Порождение ехидниное, отродие змеиное, гробы окрашенные». Вообще как-то не укладывается в идею смирения, правда? А когда Он столы опрокинул, когда Он кнутом их там всех. Но, тем не менее, сказано, что Иисус является образцом смирения. В чем проявилось Его смирение и в чем должно проявиться наше смирение? Но прежде всего вопрос, когда мы говорим о смирении, перед кем смиряться? Каждый раз мы должны, если вдруг такая вот ситуация, обстоятельства, жизненные бури и штормы и такая мысль, надо с этим смириться. Задавайте себе вопрос, перед кем я должен смириться? И, конечно, в отношении Иисуса мы видим, что Он смирил себя, быв послушным. Кому? Отцу и Его Слову. Быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть, истинное смирение заключается в том, что мы принимаем Божье Слово без всяких наших додумок. И мы смиряемся, знаете, христиане порой, послушным Слову до тех пор, пока им выгодно. Когда им это не выгодно, начинают все это придумывать. Знаете, пока все хорошо, благословение, все так здорово, но когда начинаются гонения, когда начинается это невыгодно, особенно в отношении десятин, начинают оптимизировать, знаете, вот так. Иисус был полностью подчинен Божьему Слову, даже когда это было ему абсолютно невыгодно. Это привело его к смерти, но мы знаем, что это была заместительная жертва. Это был Божий план для его жизни. И вот тогда дальше мы читаем с вами. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Почему Иисус был превознесен? Не потому, что его папа был Бог. Знаете, какие-то там, папа-министр, значит, ребенка подтаскивает. А потому, потому что он имел наивысшую степень смирения и, соответственно, это смирение произвело наивысшую степень возвышения. Поэтому мы можем с вами вывести следующую формулу. Смирение перед Богом обозначает послушание Богу и Его Слову и приводит к успеху. Скажите, не к бедности, не к скудости, не к несчастной жизни. Истинное библейское смирение произведет успех. Двое согласились, хорошо. Давайте посмотрим пророка Исаию, первая глава, 19 стих. Я прочитаю вам из перевода Living Bible. В русском переводе, синодальном, звучит так. Если вы захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. В переводе Living Bible звучит так. Если вы только позволите мне помочь вам, если вы будете послушны, я сделаю вас богатыми. И представляете, совершенно другое понимание отношения Бога к нам. Сколько раз мы молились и говорили, Господи, помоги! И ощущения, чувствования были такие, что как бы Богу не до нас. Но у него есть дела поважнее. Такое ощущение, что он нам говорит, встаньте в очередь, у вас 7 миллиардов. Было у вас такое состояние? Молитесь, и как будто вот что-то вот, как-то пытаетесь докричаться, умолять Господа, ну, чтобы он как-то внимание все-таки обратил. И совершенно другая ситуация здесь. Сам Бог, сам Отец простирается к нам и говорит, позвольте мне вам помочь. В следующий раз, когда будешь молиться, вспоминай это. Что-то не ты пытаешься до Него докричаться, а Он простирается к тебе и говорит, я хочу тебе помочь, позволь мне помочь тебе. И теперь возникает вопрос, как мы, люди смертные, можем помочь, вернее, не помочь, а позволить Богу помогать нам? А там дальше Он говорит, будьте мне послушны. И что это значит? Ну, простой пример. Допустим, человеку ставят диагноз, на самом деле тело болит, на самом деле симптомы об этом говорят, анализы все это показывают, и врачи ставят диагноз, человек болен и умирает. И в этот момент, когда он принимает информацию, к нему приходит страх, и он начинает видеть картинки, вы знаете, делал такой режиссер нормальный, но тут же начинает произведить, что человек чахнет, болеет, умирает, вот он уже в постели, вот он уже в гробу, белая тапочка. И вот эта картина начинает над ним висеть, и он в страхе кричит, Господи, исцели меня, Господи, помоги мне, и ничего не происходит. И пастор молится за него, руки возлагает, и ничего не происходит. И этот человек уже злится на пастора, что он типа не в духе. А дело в том, что Бог не может помочь этому человеку, потому что он не смирился перед Богом, он не поставил себя в позицию послушания. А как это возможно? А так, поставили диагноз, у тебя есть выбор, либо ты смиряешься перед фактом, так называемой реальностью, или ты смиряешься перед словом Божьим. Скажешь, а это не одно и то же разве? Понимаете, когда мы получаем какой-то факт, какую-то реальность, настоящие обстоятельства, мы же не говорим, что это понарошку болит. Да нет, это по-настоящему болит. Но мы должны следующим образом думать. Все, что не соответствует Писанию, является ложью. Ну как ложь? Это же реально. Не всякая реальность является истиной. Но истиной, я точно знаю, что истиной является только Божье Слово. Это есть наивысшая реальность. Это есть суд наивысшей инстанции. И если мы с вами сразу занимаем позицию Божьего Слова, да, все болит, да, врачи говорят, да, там, наш разум взбудоражен, но мы встаем и говорим, Иисус уже болел за меня. Иисус забрал эту боль на себя. Я исцелен ранами Иисуса Христа. И знаете, когда мы принимаем эту позицию, когда внутри нас, вопреки боли и страхам, внутри нас рисуется правильная картинка и правильный образ, мы начинаем видеть себя, что все-таки мы выходим из этой болезни. Вот мы стоим, вот мы здоровы, вот мы там проповедуем, или работаем, или еще что-то. Понимаете, мы себя поставили в позицию послушания Слову. И тогда мы можем принимать от Бога. Вы понимаете эту идею? Потому что до тех пор, пока мы боимся, пока мы в страхе, пока мы нарисовали себе другую картину, помазание Божье, сила Божья не может нас достичь. Вот поэтому так важно смиряться перед Словом вопреки обстоятельствам. Так важно, чтобы это Слово проникло в нас и нарисовало правильную картину, правильное ожидание. И тогда Божья сила действует. Аминь. И так Господь говорит, если вы будете мне послушны, я вам помогу, я сделаю вас богатыми. Один человек. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте следующее место Писания. Иов 36, 11. Если послушают и будут служить Ему. Опять мы видим послушание. И не просто послушание, когда люди кивают, говорят, да, хорошо, но ничего не делают. Если послушают и будут служить, то есть будут делать то, что Бог говорит, то проведут дни свои в благополучии, то есть процветании, и лета свои в радости. А. Кто-то говорит, если бы у меня деньги были, я был таким счастливым. Спросите у богатых. Очень часто они зарабатывают деньги, но это радость им не приносит. Они попадают в еще большее давление, и им становится еще хуже. И только благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Что это значит? Только подумайте о том, как люди в этой системе, в этом мире добиваются богатства. Очень часто у них нет времени на семью, и когда они стали богатыми, у них разрушена семья, они там то разводятся, то там еще какие-то странные вещи происходят. У них нет времени на детей, и эти дети пускаются во все тяжкие, порой заканчивают жизнь самоубийством. Они такие стрессы переживают, что теряют свое здоровье, и потом пытаются лечиться. Как кто-то из мудрецов этого века говорит, первую половину жизни мы тратим свое здоровье, чтобы заработать деньги. А вторую половину жизни мы тратим деньги, чтобы хоть как-то удержать это здоровье. Но только благословение Господне делает нас богатыми, и в каждой сфере, представляете, в семье отношения хорошие, с детьми отношения хорошие, мир Божий, здоровье, мы радостные и счастливые, да еще и богатые. Аллилуйя. Это действие Божьего Царства, это благословение Господне. И тут Писание так и говорит, что мы можем провести дни свои в процветании, благополучии и в радости. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Давайте вспомним, какое первое чудо произошло в служении Иисуса. Кто помнит? Приратил воду в вино. Мы сейчас не будем размышлять на эту тему, почему так произошло. Идея в следующем. Когда у них приключился недостаток, Иисус сказал слугам определенную вещь, что нужно сделать. И когда мы с нашим нееврейским менталитетом это читаем, ну, как бы ничего необычного. Стоит бочка с водой, надо было туда набрать воды, и потом Иисус, значит, совершил чудо, и они понесли. Но мы с вами даже не осознаем, что там сказано. Когда мама Иисуса говорит, что скажет вам, то и сделайте, это было очень непросто. Почему? Бочки, в которых нужно было набрать воды, Писание говорит, это были водоносы, которые стояли по обычаю очищения иудейского. То есть, когда люди приходили там с работы, с торгов, там, в общем, с дороги, они там мыли руки и ноги. Вы представляете, что это для евреев, которые зациклены на ритуальной чистоте? Там руки моют, а потом оттуда нужно зачерпнуть и нести. Я представляю, когда эти слуги к Тамаде несли этот черпак, они думали, Господи, только бы он не узнал, откуда это. Вопреки их представлению, вопреки их традициям, они послушались того, что им сказал Иисус. И когда они подчинились этому, пришло умножение, пришло чудо обеспечения, чудо изобилия. Аминь. Хорошо, давайте дальше пойдем. Что же в отношении бедности? То есть, со смирением разобрались? Кто смирен? Или кто хочет быть смиренным? Я просто еще раз хочу напомнить, что у тебя в жизни каждый раз будет выбор смириться. Задавай вопрос, перед кем? Если ты смиряешься перед словом, ты будешь иметь успех. Хорошо? Теперь в отношении бедности. Когда мы размышляем, быть богатым или быть бедным, у нас сразу приходит на память история с богачом и Лазарем. Что мы из нее помним? Был богач, пошел в ад. Был бедный Лазарь, умер, пошел на небо. Вывод. Да ну его это богатство. Лучше быть бедным и пойти на небо, чем богатым и пойти в ад. Но, во-первых, во-первых, есть альтернатива. Слышите? Если вы смотрите внимательно в Писании, то можно быть богатым и идти на небо. Одно другому не противоречит. Если вы посмотрите на Авраама, Авраам был другом Бога, был богатейший человек, и все-таки, и не все-таки, вернее, он был праведностью Божьей. И он был очень богатым, потому что он последовал за Богом. У нас будет время, мы об этом поговорим. Теперь, что в отношении вот этой истории? Знаете, цель этой истории заключается в самом конце, где сказано, если не верят в Слово Божьему, то есть закон и пророки, может быть, даже мертвые там воскреснут. Они этому не поверят. Почему? Потому что они не верят в Слово Божье. То есть то, что хотел донести Иисус, верьте в Слово Божье. Ну, а с другой стороны, богач умер и пошел в ад не из-за богатства, а потому что был грешником, потому что он пьянствовал, пиршествовал и никакого милосердия не оказывал своему ближнему. С другой стороны, Лазарь пошел на небо, или на лон Авраама в тот момент. Не по причине своей бедности. Если бы бедность была входным билетом на небеса, тогда, пожалуйста, там Африка, Индия, Китай, они просто автоматом шли бы на небо. Вы здесь? Так что же спасает? Напомните мне. Спасает кровь Иисуса Христа и только. Что для бедных, что для богатых, что для африканцев, что для европейцев, что для китайцев, только кровь Иисуса Христа. Хорошо? Дальше. Посмотрим теперь библейское определение бедности или по-другому отношение Бога к бедности. Притча 10-15. Беда для бедных скудость или буквально бедность или нищета. Бедность их. Гутнюс Байбл говорит так. Бедность разрушает бедных. Теперь, если мы немножко по-другому сделаем, что же такое бедность? Смотрите. Бедность это беда. Еврейское слово мекитах. Хотите узнать, как Бог дает определение? Это на местописание. Бедность в глазах Господа это беда. Это мекитах. Полное его значение на еврите следующее. Это уничтожение. Это истребление. Это умиршление. Разорение. Крах. Разрушение. Вред. Террор. Ужас. Теперь я вас хочу спросить. Своим детям пожелаете это? Что вы думаете? Наш небесный отец желает это своим детям? Представляете, насколько религия запудрила нам мозги? Насколько вот это общественное мнение, которое извратило понимание о Боге? Вы уже вчера с вами задавали себе вопрос, что если мы земные родители, для наших детей желаем блага, никто из нас не хочет, чтобы наши дети были бедными, больными, несчастными. Или кто-то хочет здесь, нет? Я думаю, никто не хочет, мы здравомыслящие. И тем более небесный отец желает блага. Кто-то из вас видел такие кадры документальных хроники, где сидит такой африканский ребенок где-нибудь там в грязи с опухшим животником, с тонюсенькими ручками, язвами покрыт, мухи ползают. Ну, приблизительно видели такую картину? Так вот, вот это картина нищеты, друзья. Что там хорошего? Что там доброго? Ну, это еще ладно, полдела. А если бы мы узнали, что папа этого ребенка самый богатый человек в той стране, что бы мы про этого папу подумали? Я думаю, что у нас точно бы поднялся внутри гнев, такой праведный гнев, доберусь я до тебя. Теперь только представьте, что сатана делает в отношении нашего отца, когда он заявляет, что Бог хочет, чтобы его дети были бедными. Это клевета, это ложь на нашего Господа, потому что сам Бог говорит, бедность это мекитах и все, что там с этим, все это происходит. Посмотрите, пожалуйста, следующее. К примеру, книга притчи 6.11 в синодальном сказано в переводе «И придет, как прохожий, бедность твоя и скудость, как человек вооруженный». Я прочитаю из перевода Good News Bible, звучит так «Бедность атакует его, как вооруженный грабитель». Просто вот запомните основные моменты. Что Господь говорит в отношении бедности, какие он эпитеты и дает. Другой момент. Стоп, назад. Назад, назад, назад. Еще раз. Что у нас тут? Смотри. Что-то я перескочил тут немножко. Нет, еще назад. Еще назад. Вот так. О! Оно. Нет, не оно. Оно. Еще назад. Это я где-то уже что-то допутал, ребята. Я вам сейчас прочитаю просто из того, что у меня. Так. вот так. Шпунц. Хорошо. Итак, то, что сказано. Бедность атакует его, как вооруженный грабитель. Или еще другой есть перевод. Бедность придет, как бандит, и недостаток, как вооруженный человек. То, что в Писании говорится в отношении бедности, давайте мы просто разложим некоторые моменты. Смотрите, люди думают так, я бедный, потому что у меня денег нет. Ну, так порой происходит. Если бы у меня были деньги, я бы был богатым. Здесь сказано по-другому, что бедность это не просто нехватка денег, а бедность, которая ведет себя агрессивно, бедность вторгается в нашу жизнь, бедность ведет себя как некий бандит, как грабитель. Давайте все-таки еще раз назад. Вот так вот. Смотрите, бедность атакует его как вооруженный грабитель. Представляете, что Бог говорит о бедности как о некой личности. Слышите? Некая личность, которая ведет себя агрессивно и которая желание ограбить тебя и сделать тебя бедным. И теперь подумайте, может ли такая бедность быть добродетелем? В Новом Завете в Евангелии от Иоанна, Иоанна 10.10 сам Иисус об этом говорит. Не перепутайте. Это вор приходит украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, имели ее с избытком. Поэтому то, что мы видим, друзья, бедность это сатанинский демонический дух. Это личность, которая атакует тебя, вторгается в твою жизнь, которая создает определенные обстоятельства, которая навязывает определенный стереотип мышления, чтобы мы поступали неправильно и соответственно, чтобы удерживать нас в нищете, в недостатке. Поэтому ничего доброго и хорошего в бедности нет. Давайте громко скажем, бедность это проклятие. Аминь. Никакой добродетель, никакой там чего-то такого ореола святости или чего-то доброго. Это все ложь, это все не соответствует Писанию. Аминь. Итак, далее, в моем понимании следующее, что бедность это оружие сатаны против эффективного распространения Евангелия. Примерно 300 лет первой церкви сатана пытался церковь уничтожить физически. Он гнал, бросал этих людей в заключение, там их распинали, отрубали им голову, сжигали, там что только не делали. Но кто-то из отцов церкви сказал, что кровь мучеников это было семя пробуждения. И тогда сатана меняет тактику. Уже начиная где-то с первого столетия появляются разные ереси. И тогда вот через эти ереси, которые проникли в христианство, пришли некоторые идеи в отношении бедности. Я думаю, что дьявол, как-то читая Библию, нашел следующий стих. Экклесиас 9.16. Скажет, ты что дьявол Библию читает? Да, если он даже Мессию искушал, бросься вниз, ибо написано. Стыду некоторых христиан, сатана знает Библию лучше, чем они. А мудрость лучше силы. Однако мудрость бедняка пренебрегается и слов его не слушают. Я думаю, что он получил откровение в этом отношении и думал, вот как он может остановить церковь. Церковь распространяется, церковь проповедует, и церкви доверена мудрость Бога, которая называется Евангелие. Но обратите внимание, чтобы проповедовать, нужно как минимум двое. Так или нет? Один говорит, другой слушает. Теперь смотрите, Библия говорит так, тот, который слушает, он сначала смотрит на того, кто проповедует. и если он видит перед собой бедного человека, он его слушать не будет. Психологи выяснили, что при встрече мнение о человеке складывается буквально секунд за 30. Просто знаете, подсознательно, причем человек даже не включает мыслительный процесс в этом. Просто как выглядит, как говорит, что из себя представляет, как от него пахнет. Все, и сложилась некая призма, через которую человек служит. Или розовые очки, или черные. Поэтому когда мы слушаем, мы даже не понимаем, что мы всегда слушаем через какую-то призму. Так вот, богатых слушают. Приедет какой-нибудь тут Билл Гейтс или Уоррен Баффетт и полного Сибирска сбежится, чтобы послушать. Богатый человек. И он может нести ахинею, он может рассказывать по поводу того, как все должны становиться геями, чтобы быть настоящими демократами. Его будут слушать. В то время, когда человек с истинным Божьим Словом, с мудростью от Бога придет и будет говорить, но будет бедный, его не будут слушать. Итак, что мы увидели? Через бедность Сатана останавливает церковь. У нее нет влияния, потому что бедных не слушают. Давайте посмотрим дальше. Следующий момент, который мы можем как противопоставление показать в отношении царя Соломона. Третье царство 10.23. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. Что это производило? 24 стих. Все цари на земле искали видеть Соломона. Для чего? Чтобы послушать мудрости его, которые вложил бог в его сердце. С одной стороны, бедность является преградой и препятствием для влияния церкви. Но если мы посмотрим на Соломона, то люди не просто обычные люди, а цари, президенты искали его видеть. Вы помните цариса Савская? Шеба так называемая? Она из Эфиопии, проделала путь примерно в четыре с половиной тысячи километров. Это не поезд, это не самолет, это не комфортабельная машина, это верблюды, это повозки, это жара, это несколько месяцев путешествий. Ради чего? Она же царица, она могла себя в комфорте жить. она слышала о том, какое богатство было у Соломона. Она не верила в это, когда она все это увидела, еврейские предания говорят, что она в обморок упала. Она встала и сказала, слушай, ну вообще, я думала, что меня тут приврали, что даже на самом деле этого нет, оказывается, и в половину не сказали. Что это производило в сердцах людей? Их сердца, царей, имею ввиду, их сердца открывались для того, чтобы учиться, для того, чтобы слушать. И вот такие люди, как Соломон, имели влияние. Друзья, мы порой думаем о миссии и думаем так, нужно послать миссионеров где-то там в отдаленные страны, в отдаленные поселки, ну потому что Бог любит тех людей, и на самом деле так. Но вы знаете, Бог также любит богатых людей. И я знаю, что сейчас самая недостигнутая категория это богатые люди. Это люди власти, это люди денег, это люди влияния, банкиры, олигархи, депутаты, но Бог хочет, чтобы они спаслись. Я верю, что сейчас наступило такое время, когда Бог поднимает в церкви людей, Иосифов, там Соломонов, там Давидов, Аврамов, которые поднимутся во власти, поднимутся во влиянии, поднимутся в богатстве, и они будут проповедовать на своем уровне, и тогда богатые тоже будут спасаться. Поэтому пусть никакие религиозные заморочки нас не остановят. О, каждый богатый, это грешник. Нищих тоже полно грешников. Теперь дальше. Давайте мы посмотрим на второй аспект. Из-за того, что церковь долгое время верила в бедность, как в добродетель, люди в церкви стали бедными, и поэтому церковь не имеет ресурсов для проповеди Евангелия через средство массовой информации. Может быть, лет 150 это было не столь важно или актуально, потому что все равно проповедникам приходилось где-то из города в город переезжать, и какая-то небольшая аудитория, микрофонов не было. И как кто-то сказал, говорит, какое сходство было между Александром Македонским и Авраамом Линкольном, хотя между ними 2000 лет. Кто-то знает, какое сходство? И тот, и другой на свою коронацию приехали на лошади. За 2000 лет транспорт не изменился. Но буквально потом, через несколько лет люди сели на автомобили, через несколько десятилетий люди начали летать на самолетах и потом вышли в космос. И когда появилось изобретение радио, некоторые христиане восприняли это в штыки и сказали, это ящик сатаны. Потом до них дошло, что можно проповедовать Евангелие. Когда пришло изобретение телевидения, многие христиане, причем до сих пор некоторые группы говорят, это ящик сатаны, у христиан не должно быть телевизора. Друг мой, пульт в твоих руках. Ты можешь выбирать, что смотреть, что не смотреть, но я глубоко уверен, что изобретение телевидения было для церкви, для того, чтобы Евангелие было проповедано по всем народам. Но христиане это не приняли, мир овладел, ворвался в телевидение, подготовил суперпрофессионалов, купили крутое, дорогостоящее оборудование и начали пропагандировать. Представляете, они миллиарды долларов тратят на порнуху, на веселуху, на всякие вещи, которые влияют на людей, на молодежь. В то время как церковь из-за мышления бедности там собирает гроши, чтобы хотя бы камеру какую-то купить. Я думаю, пришло время сейчас овладеть божественным процветанием, чтобы мы с вами могли войти в средства массовой информации, чтобы у нас были высококлассные специалисты, крутое оборудование, чтобы мы могли покупать в прайм-тайм время на центральных каналах и проповедовать Евангелие во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому надо сбросить с себя все эти идеи бедности, которые к Богу никакого отношения не имеют. Вообще, я так рад за русский язык, потому что в нем все правильно. Давайте вспомним корень слова бедный. Беда. А корень слова богатый. Все правильно. Мы живем с вами в таком мире, где за все отвечают деньги. Есть деньги, мы можем что-то делать. Есть деньги, построим здание. Есть деньги, купим оборудование, будем проповедовать. Нет денег. Не можем. Люди порой возмущаются и думают, а, вот они там о процветании проповедуют, у них только и желание быть богатыми. Понимаете, для нас богатство не является самоцелью. Если мы на самом деле понимаем, о чем идет речь, то мы проповедуем об этом не просто, чтобы у нас появились деньги. Как вы думаете, когда человек молится о том, чтобы у него было больше помазания, больше даров Святого Духа, какая у него цель? Для чего он это такой? Он воспринимает это как инструмент и ресурс для более эффективного проповедования Евангелия. Так или нет? Но некоторые для своей славы. И что теперь сказать? Нельзя молиться за умножение помазания или что? Поэтому, когда люди, некоторые молятся за богатство, да, они эгоисты, потому что думают о себе, но настоящие христиане думают так, чтобы у меня появилось больше инструмента, больше возможностей, больше ресурсов, чтобы проповедовать Евангелие. Братья, кто-то из вас голыми руками пытался гайку открутить? Пытались? Заметили, как это трудно, неудобно, долго, руки стираешь? Но ключ появился в руках, две минуты, все готово. Так вот, деньги это инструмент, который позволяет нам быстро и эффективно справиться с нуждой. Поэтому давайте вот по-другому думать, что есть, есть вызовы, есть определенные цели, которые мы должны достичь. Мы должны проповедовать Евангелие. За все отвечают деньги, но слава Господу, у Бога есть деньги. Он сказал, мое серебро и мое золото. Вот эти миллиарды и триллионы долларов, которые находятся в руках вот этих супер богатых людей, мы должны одно понимать, они удерживают это незаконно, путем обмана, путем ухищрений, путем сатанистских каких-то действий. Поэтому в действительности все богатство мира принадлежит Господу. Когда Иисус воскрес и явился ученикам, Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Помните, сатана ему подкидывал идею? Я тебе все богатство дам, поклонись мне. Но Иисус потом взял и забрал через свою смерть и воскресение, Он забрал власть над всей землей, а также власть над всем богатством этого мира. Если кто-то в это не верит, прочитайте книгу Откровения, пятую главу. Там очень ясно, подробно расписано, что Иисус получил. Хорошо? Следующий момент. Возникает вопрос. Все-таки, почему христиане, я не говорю люди этого мира, почему христиане, которые в завете с Богом, которым дано слово, когда Бог открывает свою истину, почему они остаются бедными? Есть препятствующие факторы, есть определенные причины, из-за которых христиане остаются в бедности. Я хочу назвать некоторые из них, но на самом деле их гораздо больше и часто они такие более индивидуальные, но я поговорю о общих таких причинах. Первая причина, они отвергают наставление, отвергают наставление. Посмотрите, притчи 13 главы, 18 стих, притчи 13-18. Нищета и посрамление, отвергающему учения. Кто соблюдает наставление или буквально инструкцию, будет в чести. Слово «честь» в данном контексте, еврейское слово «хабод», что значит буквально «богатство», как «тяжесть роскоши», а также «слава» и «добрая репутация». Ну и сами просто видите, по принципу противопоставления в притчах часто используется. Мудрый, глупый, праведный, нечестивый. И в данном контексте мы видим, что с одной стороны у человека нищета и позор или посрамление, тогда что с другой стороны должно быть? Если там нищета, здесь что? Богатство. Если там позор, здесь что? Слава. То есть, репутация, честь. Согласны? Теперь, если я осознаю, что я нахожусь вот в этой среде, вот в этом состоянии, в бедности, в нищете, в позоре, я смотрю на себя того, которое должно быть в богатстве и славе, как мне туда попасть? Знаете, некоторые делают неправильный вывод. Они смотрят на тех, говорят, повезло дураку. Действительно, я такой умный, классный, но мне не повезло. А ты ему просто повезло. Вот лично я не верю в такое понятие судьбы, как карма. Что где-то кто-то жестко написал, прописал, и ты, что бы ты ни делал, как есть такая пословица, кому усуждено сгореть, тот не утонет. Слышали такое, нет? То есть, люди порой фаталисты, они думают, что уже все прописано, просчитано, что бы ты ни делал, разницы нет. Родился бедным, значит, будешь всю жизнь бедным. Родился богатым, значит, будешь богатым. Это все вообще не соответствует действительности. Потом еще хуже, люди попридумывали разные идеи, что на них влияют какие-то звезды там. Помните, вчера говорили, что там вещают, если ты козерог, значит, не делай какие-то сделки. Так хочется добавить, если ты идиот и баран, тогда вообще просто не выходи из дома. Слава богу, мы не козероги, не тельцы, мы дети божьи. Аминь. И на нас оказываются не какие-то виртуальные звезды, которые за миллиарды, триллионов световых лет, а бог и его слово. Поэтому не поддавайтесь вот этим идеям или мыслям, что кто-то на тебя как-то там влияет. Конечно, есть божья судьба, но это божий, потрясающий, наивысший, генеральный план для нашей жизни. Это самое наилучшее, что он хочет. Также есть судьба от сатаны. Это то, что он хочет нас разрушить, убить, и чтобы мы в аду оказались. Но мы с вами избираем. И Саня говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Наша задача сделать правильный выбор, избрать жизнь. И когда мы верим в слово, мы приближаемся к этому божьему плану. Потом мы где-то разочаровались, руки опустили, и мы начинаем приближаться к дьявольскому плану. И потом мы вспоминаем, похватываемся, опять постимся, молимся, опять поднимаемся. И вот наша жизнь немножко такая, как синусоида. Значит, идеальный божий план, чтобы мы из веры в веру поднимались и соответствовали тому, что Бог для нас приготовил. Но все-таки, друзья, каждый раз это ты выбираешь. Слышишь? Это ты выбираешь. Жить тебе в бедности или жить тебе в процветании. И хорошая новость заключается в том, что когда ты осознаешь себя вот в этом состоянии, бедность, посрамление, как я могу отсюда переместиться туда, где богатство и слава? Причем я скажу, это сработает для каждого, кто сидит в этом зале. На сто процентов сработает. Ну-ка подумайте. Что-что является вот этой самой дверью, которая меня пропустит в состоянии богатства и славы? Ну, наверное, когда я в Америку еду. Ну, когда вдруг мне подфартит, и я в лотерею выиграю. Нет. Единственная дверь отношения к инструкции, отношения к Слову Божьему. Тот, который пренебрегает Слово, вернее, в данном случае отвергает наставление, он остается в бедности и посрамлении. Тот, кто почитает, тот, кто принимает или соблюдает инструкцию, будет. То есть он оттуда переходит сюда. Это может каждый. У каждого есть Слово Божье. Это для тебя возможно. Это открыто. Поэтому не оставайтесь в прежнем состоянии, если вы там оказались. Следующая. Следующая причина. Невежество. Или пренебрежение Словом. Посмотрите книгу притчи. Еще раз эту же главу. 13 глава. Но теперь 13 стих. Кто пренебрегает Словом, тот причиняет вред себе. Кто боится заповедей, тому воздается. Английская Библия в этом отношении очень так лаконично и коротко звучит Message Bible. Игнорируй Слово и страдай. Почитай Божью заповедь и расти в богатстве. Буквально как пришел, увидел, победил. Поэтому это наш выбор. Если мы невежды. Знаете, невежда это не тот человек, который просто не знает. Невежда это тот, который не знает и знать не хочет. Он пренебрегает Словом. И, к сожалению, это происходит даже с людьми в церкви. Что когда есть какие-то семинары, есть какие-то... Знаете, я как пастор за 24 года уже увидел следующее, что если я приглашаю каких-то проповедников и у каждого Божьего служителя у него есть свой уникальный инструмент в духе. Если у нас что-то сломано, он может починить. Не у каждого есть такие инструменты, потому что дары различны. И что я заметил, друзья, знаете, люди, которым больше всего необходимо, как правило, их нет. Они потом со слезами к пастору прибегают. Пастор, помолись, так все плохо. Где ты был? Когда Бог послал тебе человека, когда Бог действовал в помазании, когда дары проявляются. Где ты был? Ну как где был? Там чемпионат мира по футболу, там как бы наши проигрывали, что делать? Нужно было же поддержать. Санта-Барбара, 1518 серия, как без нее обойтись? Люди пренебрегают словом, а потом они вдруг оказываются то, что они причиняют себе вред и остались в нищете. Аминь. Поэтому как игнорируй слово, страдай, почитай Божьи заповеди, расти в богатстве. Аминь. Давайте посмотрим следующее. Есть еще вот такая совсем нехорошая причина для христиан, которая у них вообще не должна быть. Скажешь, как это, почему не должна быть? Да потому, что мы с вами приняли природу Бога. Когда мы родились свыше, в нас новое творение, божественная натура, божественная ДНК, а Бог не жадный, Бог щедрый. И тем не менее жадность присутствует. Но то, что Писание говорит, иной сыплет щедро, ему еще прибавляется, другой без меры бережлив, однако же беднеет. Когда люди думают чисто естественным, человеческим, обычным образом, они думают так, если я сейчас отдам, у меня не будет. Ну, дескать, 10 минус 5, это всего 5, а мне нужно 10. Но они не знают о божественной арифметике, что 10 минус 5 будет 50. Они не понимают, что все действует по принципу веры или наоборот страха. Почему щедрый, готов делиться и отдавать? Потому что у него где-то в подсознании есть такое чувство изобилия. Он говорит, ай, ладно, я сейчас отдам, я сейчас церкви помогу. Ну, как бы, не возьму ничего страшного, не поеду там лишний раз куда-то в отпуск, поясок затяну свой. Ну, деньги придут. Знаете, у них такое оптимистичное отношение. Да будут деньги. А жадные люди, у них страх. А, если я сейчас отдам, у меня не будет. И вот эта мысль, у меня не будет, их вот эта вера произведет, их ожидаемое, у них не будет. А у тех, которые внутри щедрость, они говорят, у меня будет. Их вера произведет. Она запускает Божий механизм сеяния и жатвы. И поэтому такие люди переживают изобилие. Давайте посмотрим немножко другой перевод. Смотрите, дающие щедро получают еще больше, но бедность ждет того, кто жаден. Вот мой совокупный перевод. Короче, вот я там внизу написал, это New International, Living Bible и литеральный, то есть буквально перевод Библии. Все, в кучу собрал, получилось вот такой перевод. Тот, кто дает свободно, щедро, приобретет гораздо больше и станет богатым. Удерживающий непременно потеряет все и придет к бедности. 25 стих. Добрый, свободный человек обязательно будет богатым. Обеспечивая других, он сам будет обеспечен. Аллилуйя. У нас сегодня удар по жадности. Еще одна причина, которая также не должна находиться в среде христиан, лень. Это вообще парадокс, друзья, парадокс. Я встречался с многими христианскими предпринимателями и когда они говорят, чтоб я еще кого-то христиан на работу взял, это знаете, как будто птичьим синдромом заразились. Приходят, позже уходят, раньше, типа там то на то и вышло. Ну, брат же, мой шеф, мой босс, это брат, он должен понять, простить, любить. Хотя Писание говорит о том, что мы должны быть ревностными в нашем труде, мы должны быть трудолюбивыми, прилежными, так или нет? Мы должны быть образцом для других людей, образцом для мира и все делать как перед Богом, а не как перед людьми. Поэтому лень это такая зараза, с которой мы должны бороться с вами, это наша плоть, она привыкла лениться. Но, что Писание говорит, притча 10.4, ленивая рука делает бедным, но рука прилежная, обогащает. Еще, еще одно местописание, это то, которое мы уже с вами читали, как бедность вторгается в жизнь человека. Притча 6.10, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность, и нужда твоя, как разбойник. Друзья, лень является открытой дверью для вторжения духа бедности. Прилежная рука обогащает. Конечно, здесь свой вопрос, знаете, когда человек работает просто из-за денег, он не переживает вот этого чувства наслаждения, удовлетворения. Это не потому, что он делает то, ради чего он сотворен. И вот поэтому они всегда ждут пятницу, поэтому понедельник день тяжелый, поэтому быстрее на пенсию хотят выйти. А вот представьте себе, холодильник устроился работать микроволновкой. Неделя проходит, босс вызывает, говорит, ты что, ты к чему прикасаешься, все замерзает, надо разогревать. И он такой уходит, печальная депрессия, ну все, жизнь не удалась, быстрее бы на пенсию. А нет, просто работай холодильником. Понимаете, когда люди работают из-за денег, они хоронят, они закапывают в землю свой талант. Друзья, каждый, кто находится в этом зале, уникальный, одаренный, гениальный человек. Бог нас сотворил со своими уникальными дарами. Я не говорю, что все, каждый будем теперь на первом канале, что про нас будут говорить, но, понимаете, пожилая женщина может быть настолько гениальной в своей ходатайственной молитве, что потом такую награду от Господа получит. Может быть, про нее знать никто не будет, но она может высвобождать именно то, что у нее есть внутри. Представляете, если человек, должен быть хорошим токарем, есть люди говорят, токарь, золотые руки. Но родители убедили его, иди в медицинский, будь хирургом. И он там всех кромсает, и несчастные там, знаете, все так плохо. Почему? Да просто потому, что другое призвание, другое предназначение. И кто-то сказал, счастлив тот человек, который делает любимое дело, и за это еще деньги получает. Поэтому давайте выскочим из этой вавилонской системы, давайте искать Бога, особенно молодежь, я вас просто умоляю, ищите Господа. Понимаете, какой ваш дар, какое призвание. И тогда вот, если вы понимаете, о чем идет речь, учитесь в соответствии с этим призванием, оттачивайте свой дар и талант, вы будете такими успешными. Пусть, пусть не деньги вас манят, или пусть не деньги вам говорят, где вам работают, где вам жить, но пусть Господь вас направляет. Тогда, я думаю, точно для оленей никакого места не будет. Потому что на работу, как на праздник в данном случае. Еще одна причина. Зависть. Зависть. Определение из словаря Ожегова. Зависть – это глубокое чувство досады, вызванное благополучием или успехом другого. Даль. Завидовать, жалеть, что у тебя самого нет того, что есть у другого. Вот живут два друга. Ваня и Петя. И пока ходят пешком, все классно, дружно, все здорово. Бат, Петя жигули купил. Ваня такой закусился, ты посмотри, а что это, он лучше меня, что ли? Да как это так? Я пешком хожу, он в жигулях едет. И Ваня такой подпрыгивает, значит, думает, ну все, сейчас я все усилия буду предпринимать, куплю себе Тойоту, пусть там Петя подавится. Ездит на Тойоте, Ваня вообще там, или Петя в шоке теперь, бежит в банк, берет кредит, покупает Мерседес. Ага, Ваня, смотри, на чем я езжу. И потом начинается проблема, потому что, ну, все же кредит взяли. Притчи 28-22. «Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его». Понимаете, когда человек движим завистью, когда он будет делать глупые, необдуманные поступки, и это обязательно приведет его к краху, он окажется в нищете, он лишится всего. Мы с вами должны думать совершенно по-другому. Знаете, зависть – это проявление нищенского мышления. Если мы видим, что в церкви кто-то поднимается, у кого-то там, ну, как бы с бизнесом все хорошо, кто-то там себе машину купил, нам не нужно думать, ну, ты посмотри-ка, что вот ему там, Бог его любит, Бог его благословляет, а меня? Это мышление такого коммунистического пирога. Знаете, раньше думали, что есть только один пирог и каждому по дольке. Если кто-то зацепил две дольки, значит, за счет меня. Вот почему коммунисты считали, что все богатые, это лихаимцы, за счет трудового народа живут. Понимаете? Но Бог не ограниченный, у него нет вот этого там ограниченного пирога. Поэтому думаем, давайте думать по-другому. Что если мы увидели, что кого-то Бог благословил, брата или сестру, тогда просто поднять руки и сказать, Господи, благодарю Тебя, потому что я следующий. Если ты смог его благословить, ха, аллилуйя, я следующий. Может быть, у тебя не очень хорошее отношение к этому брату, Господь, но если ты даже его благословил, я следующий. Аминь. Хорошо, я думаю, мы с основными этими моментами разобрались. Еще раз говорю, что у каждого из нас личные могут быть какие-то проблемы или препятствия, которые мешают нам войти в изобилие, в наше обеспечение. И также, помимо тех, о которых я говорил сейчас, есть огромная, большая препятствующая сила, которая называется традиции. Давайте мы немножко по ним пройдемся. Традиции. То, что в Евангелии от Марка 7,13 Иисус сказал в отношении традиций. Вы устраняете Слово Божье преданием вашим, которое вы установили. Устраняете Слово Божье, буквально означает так, лишаете его силы или блокируете. Вчера мы с вами узнали то, что Слово Божье дает нам жизнь, дает нам умножение, помогает нам преодолеть все преграды и завладеть обетованиями. Так или нет? Но традиции, которые хитрые, которые выглядят так, как будто это Слово Божье, и люди порой даже не понимают, они не понимают разницы. Представляете, фарисеи, которые были уверены, что они точно трактуют Слово, они нагромоздили всяких там своих идей и преданий. И Господь говорит, вы остановили Слово, вы заблокировали Слово, и оно для вашей жизни не имеет силы? Вы еще способны терпеть меня, доктор? Одно из таких вот идей или традиций, которые проникли в христианство уже в самом начале, идея бедности, как добродетели, идея бедности, как некой святости, чем более человек бедный, соответственно, он более одухотворенный, он более святой, вы знаете, что это вообще не из Библии пришло? Потому что ничего там подобного нет. Но это пришло через ересь, называемую гностицизм. Были такие гностики в раннем христианстве. От слова гносис, что значит знание, и вообще не просто знание, а как бы такое некое тайное знание, которое дает тебе просвещение и спасение. Об этом еще в 1 Тимофея 6.20. Апостол Павел говорит Тимофею, смотрите, храни переданное тебе, то есть Слово Божие в чистоте, в истине, храни его, отвращаясь противоречий ложно называемого знания гносис или духовного просвещения. До сих пор и в традиционных церквях присутствует такая идея. И некоторые группы масонские и всякие ньюэйджевские, они говорят о том, что, знаешь, ты можешь достигнуть какой-то своей нирваны, какого-то своего просвещения, через то, что ты будешь леденяться там, медитировать и все остальное. И что произошло? Группа христиан, которая увлеклась вот такой идеей, они приняли греческую философию за чистую монету. На самом деле, при всем уважении к Сократу, Платону, Аристотелю, они все-таки были язычники. Алло. Аристотель. Он язычник. Конечно, Сократ из них наиболее был тем, который как-то знал о едином Боге, и тем не менее. Кто из вас помнит такое имя, Диоген? Что с ним ассоциируется? Бочка. Жил парень себе в бочке и говорил, что этого достаточно. То есть, он был таким, ну, можно сказать, аскетом. Стоики, аскеты. И вот эта идея перешла, потому что в языческой философии считалось следующее, и то, что потом во что начали верить гностики, что мир имеет дуалистическое происхождение, дуализм. То есть, хороший, добрый Бог создал духовный, невидимый мир, и он святой и чистый. А его 15-я ксерокопия по имену Демиург, эманация так называемая, испортилась и создала грязный материальный мир. И все, что в этом материальном мире, оно испорчено, оно грязное, оно нехорошее. Поэтому какая идея? Идея в том, что нужно как можно меньше соприкасаться с этим материальным миром, потому что он грязный, закрыться где-то в келье и медитировать, попасть в свою нирвану, быть одухотворенным, и вот тогда придет спасение. И это вызвало целое движение отшельников, которое потом произвело монашество. Потом, когда они брали обет бедности, чтобы не соприкасаться с этим миром, Иисус говорит, идите в мир, проповедуйте Евангелие. Они уходили из мира и изолировались. Поэтому никакого отношения к Библии это не имеет. Это языческая идея. Давайте дальше посмотрим. Итак, гностицизм говорит, что материальный мир это зло. В то же время мы из Писания знаем Бытие 1.31. Увидел Бог, друзья, наш с вами Бог, который сотворил материальный мир, все, что он создал, хорошо весьма. то, что мы встречаем, то, что нас окружает природа, творение, это не грех, это не зло. Конечно, в результате грехопадения какие-то вещи испортились, но все-таки Бог сотворил материальный мир. И Он сказал, хорошо весьма. И даже золото, говорит, хорошее. Подожди, брат, написано же, не любите мира, ни того, что в мире. Но это не сказано о творении. Это не сказано о том, что нас окружает, это сказано о системе бунта, о этой вавилонской системе, потому что расшифровка дальше. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это бунт против Бога. Так вот, о чем Писание говорит, чтобы мы это не любили. Отворение, хорошее, оно для нас создано, чтобы мы им пользовались, наслаждались и благодарились за это Господа. Аминь. Дальше. Следующий момент, который закидывают как доказательство, когда люди смотрят фильмы про Иисуса, про учеников, мультики смотрят или там картинки какие-то видят. Очень часто Иисус изображен таким бедненьким, в таком сереньком одеянии. Ученики такие бедные, несчастные стоят, такие богатые фарисеи. Знаете, контраст такой. И тогда для нас вопрос, если Иисус бедный, то мы, как его ученики, для которых цель жизни быть образом Иисуса или преобразиться в образ Иисуса, если он бедный, мы не можем быть богатыми. Так или нет? Тогда давайте посмотрим, что говорит Писание в отношении Иисуса. Был ли он бедный? То, что мы с вами уже цитировали или говорили здесь, 2 Коринфянам 8-9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он...» Чего? Давайте слух прочитаем. «Будучи богат». Подождите, подождите. «Будучи богат». Я не знаю, как в вашей Библии, в моей Библии написано, что Иисус, будучи богат. Откуда взяли идею, что Он был нищий по жизни? Когда написано, что «будучи богат, обнищал». Дальше сказано, «обнищал ради вас». Слышите? Это обмен. Это не просто потому, что Он по жизни был такой, знаете, бедный, чтобы соответствовать какой-то языческой философии. Это не потому, что там банкротство подвергали, был экономический кризис и денег не хватило. И Иисус написано, «Будучи богат, обменялся с нами, обнищал ради нас». Для какой цели, друзья? А для того, чтобы мы обогатились Его нищетой. Это был обмен. Но Писание говорит, Иисус, будучи богат, естественно, Он не был богатым по земным стандартам. Он не забивал свои сейфы миллионами долларов. Но тем не менее, каждый раз, когда Иисус встречался с нуждой, Он его восполнял. Тысячи голодных Он мог накормить за один раз. Помните? Он раздавал деньги нищим, Он не был бедным. Дальше. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, в Таразаконе, 28 глава, 2 стих. «Придут на тебя все благословения сии, исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Как вы думаете, как много людей, которые вот точно и абсолютно исполнили это местописание? Я вам скажу, один человек, только один Иисус, который абсолютно был послушен Богу, исполнил все заповеди. Что вы думаете, Божье Слово будет противоречить саму себе? То есть Иисус обязан был ходить под благословением. Благословение настигало Его, потому что Он исполнял Слово. Описание говорит, будешь исполнять Слово, благословение будет бегать за тобой. Некоторые христиане не хотят слушаться Бога, но бегают за благословениями. Где будем там благословиться? Как один мальчик, знаете, там в молитве кричит там, «Господи, дай мне велосипед!» Папа им говорит, «Че ты кричишь? Бог не глухой». Бабушка глуховатая. И порой мы, знаете, так манипулируем людьми. Делаем известны наши нужды, якобы мы в этот момент молимся Богу. Друзья, не делайте так. Пусть вашим упованием будет Господь Бог всемогущий. Слушайтесь Бога, и благословения будут за вами бежать. Аминь. Так вот, за Иисусом благословения бегали, на Нем было благословение. Он даже если бы захотел, Он не мог быть бедным. С самого рождения, Луки 2 глава, 7 стих. Туда говорит, понимаете, родители Иисуса были такими бедными, что не смогли оплатить место в гостинице, и, соответственно, вот пришлось родить в хлеву. Но дело в том, что там была перепись населения, и поэтому съехались люди со всего Израиля, особенно те, которые были потомками царя Давида. И, соответственно, там на всех гостиницах была табличка «Мест нет». Пришлось рожать в хлеву. Тут написано «Ясли». Но это «Ясли» это не детский сад в Мелсове. Знаете, там овечки были и так далее. То есть это место, где, ну как мы, сарайка бы назвали, да? Еще один момент. Когда волхвы пришли, помните волхвы эти? Мудрецы с Востока. Сколько раз мы видели мультики, сколько раз мы видели фильмы, картинки, рождественские открыточки. И мы видели, что вот стоят ослики, овечки, пастухи, рожденный младенец и мудрецы из Востока рядом стоят. Но это не соответствует Писанию. Потому что сказано, смотрите, увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великую и войдя, куда? В дом, не в хлев, в дом. Вы думали, зачем царь Ирод приказал убить младенцев возраста двух лет? Ну неужели нормальный, здоровый человек не отличит новорожденного младенца от двухлетнего ребенка? Зачем? Потому что Ирод выведал у волхвов время появления звезды. И он понимал, что рожденному мессии уже там полтора-два года. Неужели все это время он в хлеву жил? Нет. Как только люди разъехались, его родители были способны арендовать дом, чтобы прожить там год или даже больше. И когда пришли эти волхвы, они пришли в дом. Напомните, сколько их было? Где написано? А где написано, что их было трое? церковные предания говорят, что это был караван из 50 человек. И каждый из них принес золото, ладан и смирно. Я не знаю, было их там 50 или сколько, но по крайней мере точно не сказано, что их было трое. Но у нас твердыни, у нас идеи, у нас это запечатлилось. И мы думаем, что там один волк пришел, такой маленькую коробочку, там золотишечку. Но то, что произошло с самого рождения Христа, у него уже были партнеры, у него были спонсоры. Аллилуйя. Далее. Во время его земного служения, Луки 8 глава, Луки 8 глава, 1 стих. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествует Царство Божие. С ним 12. У кого дети есть? Вы обращали внимание, особенно когда если пацаны, ты только продуктов купишь. В холодильнике там уже ничего нет. Ребятки молодые, кушать хотят. Подумайте о том, что 12 здоровых мужиков на свежем воздухе ходят десятки километров в день. Они точно кушать хотят. Но чтобы только 12 их прокормить, это вера нужна. Я точно говорю. Слава Богу, что женщины ходили с ними. Скажи, слава Богу за женщин. Сказаны некоторые женщины, видите. И дальше перечисляются, какие женщины. Сказано, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода. Домоправитель Ирода, это фактически премьер-министр при дворце. Жена премьер-министра. Я не думаю, что она была таки бедной женщиной. В общем-то, одной этой тети хватило. Ну, сын муж премьер-министр, как вы думаете? Но дальше есть что-то очень интересное, которое люди просто пропускают. И дальше сказано, Иисус Анна. Про Иоанну была расшифровка. Я хочу напомнить следующее. Евангелие от Луки было написано примерно через 30 лет после этих событий. Было написано человеку по имени Теофил. И вот этому человеку по прошествии 30 лет Лука объясняет. Он говорит, там с ним Иоанна была. Кто такая Иоанна? Это жена премьер-министра или домоправителя царя. И Сусанна. И он не объясняет, кто такая Сусанна. Как вы думаете, что это значит? Это значит, даже по прошествии 30 лет все знали, кто такая Сусанна. Сейчас я вам скажу фамилию Пугачева. Вам нужно объяснять? Не, я вам реально говорю, я еще в школе учился, у нас анекдот ходил. Кто такой Брежнев? Уже Брежнев был генеральным секретарем. Но уже тогда анекдот ходил. Кто такой Брежнев? Это мелкие служащие во времена Аллы Пугачевой. Сейчас спроси молодое покорение, они точно не помнят такой Брежнев, но все знают, кто такой Пугачева. И вот если вам скажут, знаете, к нему в церковь Пугачева ходит, я думаю, ну, слушай, хорошая десятина у пастора. И вот тогда, я думаю, точно двух тетек хватило бы, чтобы было хорошее обеспечение. Но Писание говорит дальше, что с Иисусом ходила вот эта Иоанна, жена премьер-министра, Сусанна Пугачева с ним ходила. И многие другие, которые служили ему имением своим, ну, как он мог бедным быть, люди? Далее, Amplified Bible или расширенный перевод говорит, обеспечивали его и их своим имением и личным имуществом. Поэтому у Иисуса были партнеры, были люди, которые ходили с ним, которые посвятили себя, чтобы поддерживать его служение. Аминь. Далее. Иван говорит Иоанна, 13 глава, 29 стих. Как у Иуда был ящик. Вы знаете, что Иуда был казначеем. Он был, можно сказать так, бухгалтером-кассиром. У него был такой саквояж, куда опускали пожертвования. И Писание говорит, что он был вор. Если бы там просто где-то звенели пару динариев, то понятно было, что если бы он один стащил, все сразу очевидно. Но он несколько, я не знаю, лет, месяцев ходил, и никто об этом не знал. Последняя вечеря. Они там общаются, и потом Иисус говорит, обращается к Юде, говорит, то, что ты задумал, иди и делай скорее. То, что уже сатана вошел в Иуду, чтобы предать. Иуда встает, выходит, и мы видим, что у учеников возникает только две мысли, две идеи. Они подумали, что Иисус послал его купить пищи, двенадцать здоровых мужиков кушать хотят, или, чтобы дал что-нибудь нищим. И вот теперь давайте подумаем, почему у ребят возникает только две идеи. Потому что Иисус это делал постоянно. Это не был разовый случай. Это означает, что он постоянно Иуду посылал покупать продукты, или, что делать? Раздавать нищим. Друзья, бедный не может постоянно раздавать деньги нищим. Потому что он сам будет нуждаться. Поэтому не верьте в эти лживые идеи по поводу того, что Иисус был бедный. Он не был бедный. Даже в момент его распятия что произошло? Смотрите, Иоанна 19, 23. Войны, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части. Мы в фильме смотрим, что там разодрали грязную, такую потертую одежонку. Они не разодрали, они разделили. Это были разные виды одежды. Еще один момент. Хитон. Он был не сшитый, а весь тканый сверху. И в Библии нет просто, ну, чтобы там время занять или просто, чтобы вот заполнить место. То есть, если отмечается, это значит важно. Это послание для нас. О чем идет речь? Потому что весь тканый сверху обозначало высокий уровень этой одежды. Как я себе сейчас говорила, человек одет в костюм. Ну, хорошо, многие одеты в костюм. Но когда говорят, одет в костюм от крестьян, Диора, от Версачи, там еще от кого-то, вы понимаете, что это гораздо дороже. Так вот, то, что было тканым сверху, позволяли себе только очень богатые люди. Там эти первосвященники, какие-то богатые фарисеи и так далее. А у Иисуса была такая одежда. Вот почему римские воины бросали жребий, чтобы это заполучить? Хорошо? Аллилуйя. Так, ну что? Ну что, друзья? Я думаю, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Вы встряхнетесь, отдохнете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.